Илон Маск покидает пост председателя совета директоров Тесла, сообщает Deutsche Welle. Ранее предпринимателя обвинили в мошенничестве с ценными бумагами. Ему, равно как и его компании, предстоит выплатить по 20 миллионов долларов штрафа. Цитата. В результате этого акции Тесла упали более чем на 11%. 7 августа 2018 года Маск написал на своей странице в Твиттере, что намерен выкупить акции Тесла по 420 долларов за ценную бумагу. Маск тогда заявил, что инвесторы для этого шага найдены. Позднее предприниматель отказался от этих планов, объявив, что компания останется публичной. Как полагает комиссия по ценным бумагам и биржам, у Маска не было достаточной оснований для подобных заявлений. И тем самым он ввел инвесторов в заблуждение. Харли Дэвидсон доказывает, европейцы готовы покупать американскую продукцию, пишет Блумберг. Президент Дональд Трамп не раз укорял Европу в ограничении торговли и в том, что ее жители не покупают автомобили из Америки. Однако производитель культовых мотоциклов из Милуоки ежедневно доказывает обратное. Цитата. Компания почти удвоила свою долю на немецком рынке за последние 10 лет. С 3,3% в 2006 до 6,4% в 2017 году. Один из крупнейших дилеров Харли в Германии рассказывает, что продает до 500 мотоциклов в год, говорится в статье. Американская автомобильная промышленность повезла меньше. Таким брендам, как Cadillac и Chrysler, доля каждого из которых на немецком рынке составляет менее процента, не удалось пошатнуть доминирование BMW и Mercedes. С падением продаж в США европейский рынок стал настолько важен для Харли Дэвидсон, что компания объявила о переносе производства за границу в обход пошлин. Блумберг отмечает, успех Харли Дэвидсон в Европе доказывает способность американских компаний конкурировать и даже процветать по ту сторону Атлантики, не прибегая к торговым войнам. Краска вместо кондиционера. Ученые разработали вещество, которое отражает 96% солнечного тепла. И в результате покрытая им стена здания оказывается на 6 градусов Цельсия холоднее воздуха. По данным исследователей, полимерная краска значительно уменьшит потребность в кондиционере, пишет журналист Times Том Уэппл. Цитата. В некоторых средиземноморских странах есть традиция красить здания в белый цвет. Однако обычная белая краска отражает примерно 80% видимого света и плохо отталкивает ультрафиолетовую и инфракрасную область спектра, отмечает автор статьи. Новое вещество создали физики из Колумбийского университета. Это не совсем краска, а скорее полимерное покрытие. Ученые заметили необычное свойство одного полимера. Превращаясь из жидкости в тонкую твердую пленку, при определенных условиях он из бесцветного становится белым. Полимер приобретает губчатую консистенцию, которая при покрытии поверхности создает эффект воздушных пустот, отражающих всю световую энергию. Таким образом, полимерная краска способна отталкивать 96% тепла, сообщает Уэппл. Водноболотные угодья пришли в упадок по всему миру. Как это коснется каждого жителя планеты, рассказывает журналистка швейцарской газеты Ле Том Паскалин Мине. Болота, реки и озера на земле исчезают втрое быстрее, чем леса, по данным нового доклада Рамсарской конвенции. С 1970 года исчезло примерно 35% мировых водноболотных угодий. Их разрушение влечет за собой вымирание половины обитающих в этой среде животных и растений. Самая уязвимая группа – земноводные, однако опасности подвергаются также рыбы, пресмыкающиеся и крупные млекопитающие, продолжает Мине. Цитата. Исчезновение водноболотных угодий касается всех регионов мира, однако особенно сильно. Оно выражено в Латинской Америке, где с 1990 по 2015 год достигло уровня 59%. В то же время Европа потеряла 35% таких угодий. В Старом Свете самый большой упадок отмечается в Средиземноморском регионе, добавляет Мине. Причины упадка различны. Это и урбанизация, и конкуренция сельским хозяйством – дренаж, дамбы, эрозия почвы. Что нужно сделать, чтобы остановить негативную тенденцию? Внесения в список новых мест с целью их защиты оказывается недостаточно, пишет автор со ссылкой на Рамсарскую конвенцию. Водноболотные угодья должны стать неотъемлемой частью государственных планов развития. В процесс сохранения следует также активно вовлекать местных жителей и компаний, добавляет Паскалин Мине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова